Следующий вопрос, который касается понятия «Аль-Калала» Говорит, и ученые разногласили также о том, на практике на что распространяется слово «Аль-Калала». То есть, в аяте понятно, что в аяте имеется в виду под «Калалей» человек, у которого не осталось ни отца, ни ребенка. Но когда ученые по наследству говорят «Калала», «Калала», используют вот это слово, что они имеют в виду под этим? Говорит, относительно этого есть четыре мнения. То есть, есть у ученых четыре термина, некоторые используют на это, некоторые используют на это, некоторые на это. Но нам нужно разобраться, что более правильно, то есть, имея в виду, что более чаще и что более распространенное из этих четырех мнений. «Аль-Кавлюл-Ауэль» первое мнение «Анну-Исмун лил-Хай-Аль-Варис» То, что словом «Калала» называют кого? Наследника. То есть, того, кто остался живым после покойного, у которого нет ни родителей, ни детей, а вот этот вот живой, это, допустим, брат или так далее, так его бока и края, их называют словом «Калала». То есть, «Калали» называется не сам покойный, а называется кто? Наследник, живой, который наследует от этого покойного. Говорит у вас «Мазгаб Абибакар Ассаддиқа» и это «Мазгаб Абубакар Ассаддиқа» и подавляющего большинства ученых. То, что «Калала» в Аяте это тот, у кого нет ни родителей, ни детей. Говорят, да, в Аяте это тот, у кого нет ни родителей, ни детей. Но на практике «Калала» на практике это тот, который остался живым после этого покойного. Все они сказали, что «Калала» это название наследников. Если среди них нет ни родителя, ни ребенка. Понятно или нет? То есть, вот эти вот, кто бока и края для этого покойного. Это первое мнение. Второе мнение в этом вопросе. То, что это название самого покойного. То есть, когда говорят «Калала» имеет с виду сам покойный. Говорит «Калала» ибн Аббас. Это мнение ибн Аббаса, а также Ассадди, а также Абу Убейды. Фиджама. Фиджама, то есть, в целой группе других ученых. Когда вот эта фраза приходит, она иногда встречается в книгах по феху. Попишите у себя. Фиджама. Это мнение такого-то, такого-то, такого-то. Фиджама, то есть, еще целая группа ученых есть, которые выразили это мнение. Валь-Калды Абу Яля. И из поздних ханбалитов это мнение «Калды Абу Яля». Из поздних имеется в виду относительно поздних. Относительно тех, кого мы перечислили ранее. Аль-Кавлю Салиф. Третье мнение в этом вопросе. То, что этим словом называют как покойный, так и живой. То есть, как покойник, так и живые наследники называются названием «Калада». Это говорит имя кого? Это мнение, точнее, Ибн Зайда. То есть, Абду Рахман Ибн Зайд. Говорит Ал-Кавлю Ар-Раби. Четвертое мнение в этом вопросе. То, что словом «Калада» называется «наследуемое имущество». То есть, то имущество, которое осталось у такого покойного, называется словом «Калада». Это мнение Ата Ибн Аби Рабаха. И правильным из этих мнений является мнение первое. То, что «Калада» это кто? Это наследники, которые остались после покойного, у которого не осталось ни родителей, ни детей. Говорит ли хадис Джабри Ибн Абдиллах? Из-за хадиса Джабри Ибн Абдиллах, который сказал «Однажды зашел ко мне посланник Аллаха, и я был настолько болен, что ничего не соображал». «Фатабба сумма сабба алия». Пророк, салаллаху алия саляма, взял малое омовение, потом этой водой брызнул на меня. «Ау каля суббу алия» или сказал «брызните на него этой водой». «Фаакильту» и я начал соображать, то есть пришел в себя. «Фаакильту» и сказал «Иннау ля я рисуни илля каляля». «Не наследует от меня никто, кроме каляля». Видишь, Джабри Ибн Абдиллах, кого назвал здесь калялей? Назвал своих наследников. То есть он думал, что он все, скончается при этой болезни. И что сделал? И пророк, салаллаху алия саляма, когда пришел в себя, сказал, что после меня наследует только каляля. Говорит «Фа кейф аль мираз». «Как быть с таким наследством, как у меня?» Говорит, и Всевышний Аллах не спасал тогда аят аль-фараит, то есть аят его наследствия. Говорит, исходя из слов Джабри Ибн Абдиллах, когда он сказал «Не наследует от меня никто, кроме каляля». Говорит, все это разъясняет то, что словом каляля называются живые, остающиеся наследники. И откуда это еще берется? Не просто из слов Джабри Ибн Абдиллах, что ты можешь сказать, но здесь тоже слова сподвижников. Понятно ли? Ибн Аббас, допустим, сказал, что это сам покойный каляля и так далее. Почему мы берем слово Джабира? Потому что пророк, салаллаху аль-фараит, выслушал эти его слова и не сказал «Не, не, подожди, живые не называются каляля. Ты, если умрешь, будешь называться каляля». То есть пророк, салаллаху аль-фараит, его не поправил. И если бы слово Джабри Ибн Абдиллах было неправильным, пророк, салаллаху аль-фараит, обязательно поправил бы его. И говорит, это действительно мнение кого большинства ученых, что калялий на практике ученых, фараит, то есть по наследству, называются наследники живые, которые остались после этого покойного, у которого нет ни родителей, ни детей. И это мнение выбрал Абуджафар Ат-Табари, а также Аль-Куртуби, а также Абул-Валид Аль-Баджи, и целая группа ученых. И сказали некоторые из бедуинов, почему постоянно приводятся бедуины, сказал какой-то бедуин, сказали бедуины, причем есть бедуины вообще? Потому что араб-бедуины знатоки арабского языка, потому что в городах язык портится, и люди начинают разговаривать различными наречиями и тому подобное, или к ним входят какие-то влияния или вмешательства иностранных языков. А в пустыне остается язык чистый, не затронутый, поэтому иногда используют, что язык бедуинов, для того, чтобы узнать, как оно в действительности в основе в арабском языке принято. Говорит, вот сказали некоторые из бедуинов, Маликафирун, уэйрису не каляля мутарахин на сабугом. Стих уже приводили мы. Так, у меня, говорит, много имущества, а от меня наследует только каляля, которые далеки от меня в родстве. Видишь, тоже этот бедуин назвал кого? Калялей. Назвал живых родственников, которые остаются после меня, а после него, точнее, они являются кем? Его боками и краями. Саида говорит, примечание, Танкасимуль каляля и ла кисмейн. Говорит, каляля бывает двух видов. Аль-ауэль первый вид, Тисмун ла я рисума аль-волят, Закаранкана ау-унса, Уум аль-ихуа леум. Говорит, такие наследники, которые не получают наследство при наличии ребенка. В любом случае, кем бы этот ребенок ни был, мальчиками или девочками, то есть, если покойный скончался, и у него остался ребенок, мальчик или девочка, то, говорит, те, которые в основе называются каляля, то есть, бока и края, они не наследуют при этом ни в коем случае. Уум аль-ихуа леум. А это братья по матери. Уум аль-ам-манат-хуль аят-уль-уля. И об этом, как раз, говорит, речь идет в первом аяте, который мы зачитывали. Мин-сура-ти-ниса и сура-ниса. А если от покойного наследует каляля, а уй-мраа, или от, то есть, от покойного мужчины или женщины, и при этом у него остается брат или сестра, то каждый из них получает шестую часть наследства. То есть, если остался брат, получает шестую часть наследства. Если осталась сестра, тоже получает шестую часть наследства. Это кто у нас, мы говорили, получает шестую часть наследства? Это братья по матери, так или нет? Братья по матери или по нам, или сестры по матери. Говорит, «Фаль-Ах-Ли-Ум ля-Ярису-Шей-Ан», в этом случае брат по матери не получает никакого наследства, потому что у покойного осталось наследующее ответвление. Так или нет? Помните, мы говорили, что братья по матери или сестры по матери получают наследство только при условии, что у покойного нет наследующей основы из мужчин и нет никого из ответвлений наследующих, ни женщин, ни мужчин. Ассани. И второй вид калала, «Кисмун ля-Ярису-Мал-Валят-Аз-Закар». Такой вид калала, который получает наследство, если у покойного есть ребенок, но не мальчик. Девочка. Говорит, «Ва-Ярису-Мал-Унса». Видишь, наследует с кем? С дочкой. Говорит, «Ва-Ярису-Мал-Ихуа». А это братья или сестры, родные или по отцу. Таев, сестра родная получает, если у покойного есть дочь. Получает, мы говорили. Дочь получает сколько? Дочь получает полное следство, а родная сестра уходит с ней на Ассаба, то есть получает все остальное. Усвоили или нет? Таев, говорит, называется, как мы говорили Ассаба? Ассаба-Мал-Гаир. Так вот, говорит, «Ва-Ярису-Мал-Унса». Говорит о сестрах, родных и каких? И по отцу, а также о братьях родных, а также по отцу. Уже разбирается в последнем аяте сур-Ан-Ниса. Ведь поэтому, если скончается покойный, то есть человек скончается, и останется у него дочь, а также родной брат или родная сестра, то в этом случае дочь возьмет полное следство, а оставшаяся останется родной сестре или родному брату. Как останется, как что? Как Ассаба. Так или нет? Как Ассаба. Ау-Гума-Маан. Говорит, а если у нее, или у покойного, точнее, останется дочь, а также плюс родной брат и родная сестра, то родной брат с родной сестрой разделят оставшееся полное следство после дочери. Каким образом? Лиз-Зак-Ремис-Л-Хаз-Л-Унса. Мальчик получает в два раза больше девочки. Били-Джима. Это по единогласному мнению также. В первом аяте, когда Всевышний Аллах С.А. разбирал постановление братьев и сестер по матери, Всевышний Аллах С.А. не сказал, нет у него ребенка. Говорит, и мудрость этого в том, что Всевышний Аллах С.А. обобщил и сказал, если человек или от человека люди получают наследство так, что у него нет никого. Говорит, и отсюда понимается от слова Юросу, что люди после него получают все его наследство. И здесь уже становится понятно, что не обязательно упоминать, что у него нет ребенка. Становится понятно, раз они наследуют все его наследство, что значит ребенка нет. Потому что ребенок не перекрывается ни в каком случае. И это подобно словам Всевышнего. И он получает от него наследство, если у него нет ребенка. То есть имеется в виду все ее наследство. То есть окружает все ее наследство и забирает его полностью. Видишь, поэтому здесь уже Всевышний Аллах С.А. в этом аяте. В каком аяте? Если от мужчины наследуют как калаля. Здесь уже ведь не обязательно говорить, что у него нет ребенка. Потому что вот эта фраза, от него наследуют, понимается, что от него наследуют все его наследство. А если бы был ребенок, они бы не наследовали от него все его наследство. Говорит, уаммаль аяту саня, что касается последнего аята из сура ан-ниса. А это слова Всевышнего Аллаха. Я ставту на каху лилля в ифтикум фель калаля. Они просят у тебя фетвы. Скажи, Всевышний Аллах даст вам фетву относительно калаля. И немру ангаля калей салаву валят. Здесь уже Всевышний Аллах что сделал? Ограничил. Сказал, если человек скончался, у него не осталось ребенка. И здесь Всевышний Аллах уже не сказал, что в этом случае сестра получает все наследство. Нет. Поэтому, говорит, здесь в данном случае сестра наследует. Если у покойного останется не сын, а кто дочь. Говорит, сказал Ибнол Манейр. Говорит Ибнол Манейр. Этот аят указывает на то, что калаля нам. Точнее, этот аят о калале указывает на то, что родные сестры, а также сестры по отцу. Говорит, получают наследство как асаба. То есть, при присутствии дочери или внучки. Латыф он джиддан. На это, говорит, приходит указание в этом аяте очень латыф. То есть, какое очень тонкое указание. Вованналь'урф фи аятиль фарает. Кадит тарада аля анна шарта аль мазкур фиха. Хуа лимикдар аль фарт. Это, говорит, потому что, говорит, обычай относительно аятов о наследстве. Кадит тарада, как бы, является каким? Таким, утвержденным, постоянным на то, что если упоминается какой-то шарт, какое-то условие, то оно указывает на какую-то долю в наследстве. Ла ли аслиль мираз. И не указывает на наследство полностью. Говорит, фаюфума анну и залам юджет ас-шарт, а не тагайр кадр аль мираз. И отсюда понимается, что если какое-то условие отсутствует, значит, доля наследства меняется с одной доли на другую долю. И два родителя от покойного получают шестую часть того наследства, которое он оставил, если есть у него ребенок. А если у него нет ребенка, и от него наследуют два его родителя. Тогда мать получает третью часть наследства. Видишь, здесь поменялась доля наследства шестой части на третью часть. При этом основа наследства не поменялась. То есть получает от кого? От всего наследства. И то же самое относительно мужа. И относительно жены. И в основе, говорит, то же самое, мы должны были наблюдать относительно сестер. Она должна получать полно следства, если у покойного нет ребенка. А если у него есть ребенок, значит, должно меняться. То есть доля наследства. Вместе с тем, что само наследство не меняется. То есть она продолжает получать наследство, свою долю от полного наследства. Говорит, и нет у нее никакой другой доли, то есть у сестры, кроме чего? Кроме таасыба. Говорит, и поэтому она, что при присутствии дочери или присутствии внучки, то есть сестра не отпадает. А что делает? То есть не перекрывается полностью. Но она следует. Но, говорит, так как у нее в шариате не установлено никакой другой доли, кроме какой доли? Кроме половины, кроме, допустим, двух третей и так далее. То здесь не остается ей ничего, кроме таасыба. А что касается того, которое сказали, значит, сестра и сыном тоже должна наследовать? Говорит, это не является правильным. Потому что это является исключением по единогласному мнению. То есть то, что сестра или брат ничего не получают при присутствии сына покойного. И говорит, все, что кроме этого остается на своей основе. То, что сестра не перекрывается, но продолжает наследовать. То есть если у покойного есть, допустим, дочь или внучка, то сестра при этом не перекрывается. Валла Валим. И одному Аллау лучше известно. Так, на этом мы завершили разбор вопросов, которые касаются понятия каляля. Знаешь, каляля, мы сказали, в аяте это тот, у кого нет родителей и нет детей. А каляля на практике, то есть у обладателей знания это кто? Это наследник, который наследует от такого покойного, у которого нет ни родителей, ни детей. Теперь далее. Это говорит, потому что, говорит, обычай относительно аятов о наследстве, как бы, является каким, утвержденным, постоянным, на то, что если упоминается какой-то шарт, какое-то условие, то оно указывает на какую-то долю в наследстве. И не указывает на наследство полностью. Говорит. И отсюда понимается, что если какое-то условие отсутствует, значит, доля наследства меняется с одной долей на другую долю. Из этого слова Всевышнего. И два родителя от покойного получают шестую часть того наследства, которое он оставил, если есть у него ребенок. А если у него нет ребенка, и от него наследуют два его родителя. Тогда мать получает третью часть наследства. Видишь, здесь, говорит, поменялась доля наследства в шестой части на третью часть. При этом, говорит, основа наследства не поменялась. То есть, получает от кого? От всего наследства. И то же самое относительно мужа. И относительно жены. И в основе, говорит, то же самое мы должны были наблюдать относительно сестер. Она должна получать полнаследство, если у покойного нет ребенка. А если у него есть ребенок, значит, должно меняться. Кадр, то есть, доля наследства. Вместе с тем, что само наследство не меняется. То есть, она продолжает получать наследство, свою долю от полного наследства. Говорит, и нет у нее никакой другой доли, то есть, у сестры, кроме чего, кроме тасыба. Говорит, и поэтому она, что при присутствии дочери или присутствии внучки, то есть, сестра не отпадает. А что делает? То есть, не перекрывается полностью, но он наследует. Но, говорит, так как у нее в шариате не установлено никакой другой доли, кроме какой доли? Кроме половины, кроме, допустим, двух третей и так далее. То здесь не остается ей ничего, кроме тасыба. Говорит, а что касается того, которое сказали, значит, сестра и сыном тоже должна наследовать. Говорит, это не является правильным. Говорит, потому что это является исключением по единогласному мнению. То есть, то, что сестра или брат ничего не получают при присутствии сына покойного. И говорит, все, что кроме этого, остается на своей основе. То, что сестра не перекрывается, но продолжает наследовать. То есть, если у покойного есть, допустим, дочь или внучка, то сестра при этом не перекрывается. И одному Аллаху лучше известно. Так, на этом мы завершили разбор вопросов, которые касаются понятия каляля. Знаешь, каляля мы сказали, в аяте это тот, у кого нет родителей и нет детей. А каляля на практике, то есть, у обладателей знания это кто? Это наследник, который наследует от такого покойного, у которого нет ни родителей, ни детей. Теперь далее. Ничего они получают при присутствии сына покойного. И говорит, все, что кроме этого, остается на своей основе. То, что сестра не перекрывается, но продолжает наследовать. То есть, если у покойного есть, допустим, дочь или внучка, то сестра при этом не перекрывается. В Аллаху Алим. И одному Аллаху лучше известно. Так, на этом мы завершили разбор вопросов, которые касаются понятия каляля. Знаешь, каляля мы сказали, в аяте это тот, у кого нет родителей и нет детей. А каляля на практике, то есть, у обладателей знания это кто? Это наследник, который наследует от такого покойного, у которого нет ни родителей, ни детей. Теперь далее. Знание это кто? Это наследник, который наследует от такого покойного, у которого нет ни родителей, ни детей. Теперь далее. Идей. Теперь далее.